И у нас в гостях актриса Анастасия Макеева, сыгравшая в картине «Икра. Одну из ролей». Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Спасибо, что добрались до нас сегодня. Да, так рада вас видеть, Настя, вы не представляете. Вы не представляете, как я рада вас видеть, потому что я думала, конечно, что в метель я не доберусь, но вот я здесь, ура, на Красной площади. Всё получилось, всё получилось. Ну, смотрим, смотрим. Я вчера смотрел, я с честным переживаю. Во-первых, ну, знаете, как-то напряжённо всё очень. И теперь Роман требует полутора в Красную Кру, говорит, очень хочется. Вы-то попробовали Красную Кру на съёмках? Да бог с вами, то ли вы не знаете. Всё, Байков съел. Вы знаете, она реквизиторская, поэтому она не такая была вкусная. То есть у вас кинообеды в основном были? Ну, конечно, да, конечно. Но очень ответственно было. А давайте о вашей героине поговорим, потому что такой красивый следователь. Мне кажется, если такие были следователи, то люди бы специально совершали право нарушение. Сам прокурор города. Ага! Сам прокурор, да, да. Вот расскажите, вы такая прям железная леди? Ой, вы знаете, я помню один из первых съёмочных дней, когда у меня была такая сцена допроса, и режиссёр придумал очень такую пикантную сцену, где я подхожу, значит, к подчинённому, беру его так вот за ноздри и говорю, слышь ты, и у него аж кровь течёт. Мы этот трюк снимали. А я думала, боже, да что ж мне сделать, как же мне, я же не могу причинять, я вообще не могу причинять людям физическую боль. Для меня это вообще было, вот как это всё вот это вот делать. Сделали? Пришлось, да, пришлось быть очень жёсткой во всех смыслах этого слова, но на самом деле мне очень понравилась работа в этой картине, и те вопросы, которые она поднимает, довольно такие любопытные. Ну а вообще, знаете, деньги, деньги, икра, икра, какую позицию занимает ваша героиня вот в этом? Моя героиня в первую очередь, друзья, несмотря на то, что она в форме, она женщина, она влюблена, она безумно влюблена в главную герою Пашу Майклова. То есть, сервис Перлова не только может, так сказать, заняться, но и влюблено. Это нетрудно заметить, что она влюблена. Ай, да, она вообще всё делает ради любви. Ну вот как это так? Почему в нашей стране, даже в советские времена, красивые, успешные, сильные женщины, так и киноки? Кстати, по поводу красивой, успешной женщины. Вы так элегантно одеты, я вот смотрю просто кино каждый вечер. Это вот специально подбирали одежду, это тех времён или шили специально? Ну вообще большую часть времени я в форме нахожусь. У меня всего лишь один раз в гражданском, но все говорят, что мне форма идёт. Да. Вот вы теперь видите, тоже практически там я в синем, а здесь я вот такая морская волна, вот поддерживаю свой такой дресс-код внутренний. Ну там очень органично, хотя и строгая форма. Я там в паричке, я там чёрненькая, я там брюнетка. А я ещё думала, как вас и постригли, или... Нет, нет, не подстригли. Знаете ли, у меня много театральных ролей, которые не позволяют мне так кардинально меняться, но там вот меня, да, сделали такой очень яркой. Мы знаем, что съёмки проходили в Керчи. Да. Да. Расскажите, что занялись. А в общем-то Настя уже чуть-чуть рассказала. Что, только что, вот, да. Да, да, чуть-чуть. Керчь – прекрасный город, замечательный. И хорошо, что он есть, мы туда добирались просто вообще на оленях, на собаках, потому что надо было лететь на самолёте, потом 4 часа ехать на машине, и это всегда было очень весело. Там всего один отель, вот. Но мы-то благо работали, поэтому некогда было особенно. Ну, вам понравилось? Очень, что вы, я обожаю Керчь. Настя, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Сегодня смотреть продолжение, потому что это и детектив, и любовь, и страсти, и интрига, вообще всё же есть в фильме. И самое интересное, впереди это самое главное. И такие красивые артистки. А, да. Спасибо, что были сегодня у нас в гости. Спасибо большое. С добрым утром, страна. Спасибо большое. Ну, а прямо сейчас реклама на Первом канале.